...поступать, чтобы и не перегрузить одновременно, и пожелаем, чтобы вы непрерывно занимались информацией. Что я подразумеваю? То есть не откладывая это на неделю, раз в неделю программировать, это мало. Это как играть на пианино. Чтобы хорошо научиться играть на пианино, надо хотя бы минут под 15 в день подходить к нему, каждый день. Но нужно регулярно. Или когда вы занимаетесь изучением иностранного языка, заниматься им раз в неделю, это безумие. Даже если ты занимаешься по три раза в неделю, минимум два. Эфистейки сколько раз в неделю? Два раза в неделю. Информатику надо минимум два раза в неделю. Минимум. Я про то, что у нас, конечно же, увеличение количества часов аудиторных не будет, но надо, чтобы вы подсаживались и мешали задачам дома. Обязательно должно быть домашняя работа в форме контеста. Я предлагал осуществить с вами насилие и давать по два контеста. Один на лабораторный, другой на домашний. Ну, что-то это... Преподаватели вас защищают, сопротивляются, говорят, давайте лучше один, они будут дома доделывать. Да. Значит, у меня есть предположение о том, что из-за этого может вырасти списывание. С другой стороны, хочется быть вам лояльными и давать возможность дорешивать, потому что упорный человек, который делает, может быть, долго, но тратит время на информатику, на программирование, да, этот человек может достичь намного большего, чем продвинутый разбегатель, который быстро разрушает. Понятно? Да. Поэтому в этом семестре мы попробуем не давать много домашних контестов, я не говорю не давать совсем, но тот контест, который идет именно в форме контеста, лабораторная работа, которая идет в форме контеста, она остается на неделю. А вот в такой ситуации, когда у нас лабораторная работа в форме практической, понимаете, тогда уж я, наверное, буду давать домашний контест, чтобы не возникало ситуации того, что вы ушли, лабу сделали и все, ничего делать не надо. Понятно? То есть, чтобы была какая-то домашняя загрузка, и я еще раз говорю, это не ради того, чтобы вас умотать, а просто потому, что программировать нужно все время, по чуть-чуть хотя бы, да, то есть раз подошли, раз зашарили. Еще один важный момент, почему я, собственно, веду лекции, почему этот курс он так синтегрировался с лекциями, мне самому, когда приходится разбирать ангарин, намного легче понять его, услышав его логику. Понимаете? То есть нужно просто ее зашарить, а это легче принимать мусор. Вот. Если вдруг вы не понялись лекции, у вас есть возможность общения взаимного друг с другом, разговаривайте друг с другом про алгоритмы, кто-то зашарил, расскажите другому, потому что тогда, во-первых, вы лучше поймете сами. Понимаете? Я сам, преподавая курс программирования и алгоритмов, я лучше сам изучаю эти алгоритмы, по сути, в непрестанном, в каком повышении квалификации нахожусь. Понятно? И вам будет легче учиться, и легче сдавать в конечном счете зачет, если вы уже перед этим паре товарищей расскажете алгоритмы. Понятно? Так. Ну что же. Наша... Я, наверное, все-таки отключусь. Или можно... А, можно так. Вам нечего смотреть программу. Так. Пишите, ребята. С вами четвертую лекцию читать. Значит, я надеюсь, что те, кто в прошлый раз покинул аудиторию, так и посмотрел. Хотя она не выложена на сайте, но она выложена в локалку, на жертву микро. Ссылки должны были видеть. Да. Да? Да. Посмотрели? Да. Сегодня мы с вами... Можно начинать, да? Такси, Юрий. Отлично. Все. Значит, мы с вами занимаемся сегодня поиском в ширину. И последующим оттенем. Обход графа в ширину. В ФС есть разные формы, альтернативная форма. Есть поиск в глубину, которая может быть реализована регуррентно. Правда, может быть и не регуррентно реализована при помощи стэка. Но его логика обхода не совсем для некоторых задач не совсем удачная. Он далеко убегает и прибегает через черные кулички. Да? То есть, ближайший знакомый, который должен был быть приглашен на дискотеку первым, терминология, которая была введена, да? Он оказывается каким-то чуть ли не самым последним собственно обходом. Обход графа в ширину можно назвать зажиганием как пожар. Давайте мы его так и назовем. Пожар. Пожар на графе. Итак, вначале давайте визуализацию. Есть некоторый граф. Какая-то шина загорела. Я так условно-древесный, но я могу где-то сделать дополнительные ребра. Вот как-то так. Как-то так. Вот с плоским графом. Давайте еще вот так. Дождайте. Вот сюда. Итак, какая-то вершина загорелась и горит. Красного нелка нет. Будет желтым горит пламя. Значит, загорелась какая-то вершина. Она загорелась в момент времени 0. Я поставлю 0. Да, это не индекс вершины. Это не ее название. Название и индекс вершин я не пишу точно так же, как при обходе в глубину. Они подразумевают, что они едут в вершину. Дальше. У меня в момент времени 1 загорят... Сейчас я считаю, что каждое ребро это тупо расстояние 1. Ребро и ребро. То есть за момент времени 1 у меня как раз зажигаются вершины раз, 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 раз и раз. И они у меня горят. Понятно? Значит, эти вершины у меня имеют момент времени зажигания у них единички. Зажгли своими временами. При этом та вершина, которая отстрелялась, которая зажгла своих соседей, она как бы отгорела. Понимаете? Она уже пепел. Уже все, сгорело. Дальше у меня происходит зажигание несгоревших вершин по... Они так важны. Не так важно, от какой зажигается. Но если я хочу строить дерево хостовное, методом обхода в ширину, то фактически вот эта проектория зажигания, она мне и дает она мне и дает и ребро, и направление. В каком порядке я сейчас буду эти вершины перебирать? зажженный в момент времени один. Да в любом. В каком-то. Понятное дело, что как обход в глубину, так и обход в ширину может быть фактически разным, в зависимости от того, в какой последовательности вот эти вершины зажигались реально. Потому что это не параллельно последовательно алгоритм. То есть они условно по часовой стрелке 12 часов вот они вот так вот шли. То есть у меня сейчас вот эта вершина первой начинает зажигать своих соседей, которые еще не загорели. Она зажигает этого, этого и конец. Эти товарищи горят, их момент времени горения 2, больше, чем у него. А она превращается в пепел. Фактически что такое превращается в пепел? Добавляется в множество уже used, да, как файроны, зажженных вершин. Понятно? Ну или, короче говоря, нам на самом деле достаточно, чтобы она просто выбыла из тех вершин, которые зажигают своих соседей. Сейчас я формализую. дальше у меня следующая вершина зажигается из соседей, пытается зажечь вот эту вершину, но перед тем, как ее зажигать, обнаруживают, что она, собственно, уже горит. Поэтому она ее не зажигает. Итак, вот эти две зажглись, да, у них расстояние 2, и это превратилось в пепел, то есть она выбыла, уже отгорела. Эта вершина зажигает своих соседей. Что у нас получается? Она пытается зажечь, но это уже зажжена, была зажжена, отгорела. Зажигает вот эту, и показывается, что до нее расстояние равно 2, и после этого она отработала. Дальше вот это идет, она зажигает своих соседей, и которые еще не зажжены, и отгорела. Дальше Эта зажигает своих соседей, и отгорела. Далее все, которые были с единичкой, уже отгорели. Дальше начинает перебирать все вершины с двоечкой. А вот тут вопрос уже такой, здесь это вершины ни одного, ни одного вершины. свежих, да, они разных где-то валяют, да, вообще так. В какой последовательности? А вот давайте теперь формализуем. Сделаем из них очередь. То есть мы сделаем очередь Q на зажигание. Очередь по-английски Q, соответственно она у меня будет называться BOP FAKE Q. Как я ее буду делать? Давайте сейчас не париться. Тупо список, в который я буду append в конец, а добывать элементы поп 0 изначально. там в Кертоне легко это сделать, да, это неэффективно, добывание изначально оно, но это сейчас не принципиально. Это сейчас не принципиально. Значит, что я буду делать? Я в эту очередь добавляю индекс вершин, который мне очень не хотелось сюда писать, но фактически я добавляю сюда индекс вершин, ну и название, если я названиями тут храню. Соответственно я их там А, ну допустим была, да, потом она была единственной в очереди, она единственная была горевшей и она отгорела. Но вместо, но пока она зажигала, она добавила свой соседник В, С, Д, Е, Ф. Дальше. Я специально сейчас буковки расставлю так, чтобы оно шло в той же последовательности. Когда вот эта штука зажигала своих товарищей, она себя исключила из очереди, потому что она отрабатывает сейчас, да, она отработает. А тех, кого зажигает, она как раз дописала в ее конец. Тем самым автоматически вершины, которые имели расставить на себя равное 1, зажигли с первой секунды, они раньше в очереди, чем те, которые этой вершиной зажиганы в следующую секунду. Понятно? То есть я сюда могу дописать соответственно что? Я их тут назову GH, они в какой-то последовательности, ну, скорее всего, в последовательности собственного обхода списка смежности, да, они будут туда добавлены. Понятно? В момент, когда я пройду вершину С и добавлю, зажгу ее до 7, H, H, G, они добавятся, а вершина С у нас как раз оттуда удалится. Понятно? То есть у нас очередь прибывает в конец, а изначало я беру очередную вершину. Ну, я быстро дорисую, что у нас получается в итоге, а дальше такие надо написать уже будет текст и формализовать, что значит уже зажженная вершина. у меня двоечки сейчас все отработали, что я дальше поехал. Здесь троечка не получается нарисовать, здесь троечку не получается, поэтому они просто тупо догорело все догорело, 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 но некого зажигать. Но мы об этом сразу узнать не можем, это должны реально проверить, попытаться зажечь всех соседей, обнаружить, что все соседи уже зажжены и до свидания. Соответственно, для этой вершины реальное зажигание происходит, 3, 3, потом она загорела, то есть исключена из очереди, потом вот эта вершина, но она вот эту не зажигает просто потому, что эта успела зажечься оттуда, эту зажигает у этой вершины 3, момент времени, у этой тут зажигание уже не происходит, потому что успела так зажечь, эта зажигает, вот расстояние 3, сюда, и остальные гоечки просто догорели, а, нет, прошу прощения, вот эта не просто догорела, она зажгла вот эти на расстоянии 3. Я уже, собственно, как видите, как слышите точнее, я уже употребляю прагматическую причину заниматься обходом в ширину. Дело в том, что обход в ширину позволяет на неориентированном графе находить расстояние от исходной вершины до остальных. То есть вот эти моменты времени можно посчитать, сколько хопов, вот этих крышков в количестве ребер мне требуется от исходной вершины до каждой из всех остальных. Понятно? То есть у меня здесь самые удаленные оказалось, кстати, ребро у меня вот эта тройка была добавлена первой, поэтому четверка у меня будет, ну понятно, что 4 в любом случае, то при данном обходе ребро у меня будет отсюда. Понятно? Еще раз, прагматический смысл обхода в ширину на невзвешенном графе, то есть где длина ребра не определена, ну или можно считать, что единичка, когда ребра одинаковая длина равна единичке. Обход в ширину автоматически вычисляет расстояние до каждой вершины. При этом остобное дерево его отхода в ширину как раз остобное дерево это я коротко запишу остобное дерево в БФС оно имеет наименьший диаметр наименьший имеет диаметр при этом для точки для данной конкретной этой точки О понятно? То есть фишка в том, что для другой точки диаметра где собственно корень это точка вершинная моя А ну в общем нулевая которая была старт то есть смысл в том, что короче вот эти вот штуки сделать нельзя они зажглись как бы максимально быстрым способом ясно? для чего может быть применен обход в ширину уже сказал ну остобное дерево это в каком-то смысле почти поиграться то есть ну захотели бы пожалуйста построить остобное дерево найти моменты времени количество расстояния до точки но учтите что это для невзвешенного нам нужно сейчас что-то другое озвучить вот а еще одна вещь которая как раз обходом в ширину обнаруживается это циклы обход в глубину тоже обнаруживал циклы то есть именно тот самый момент когда у меня происходит попытка зажечь вершину которая уже горит попытка зажечь вершину которая уже горит это значит что что у меня есть какое-то дополнительное ребро у меня есть цикл я беру точку кратчайшую от этих дерева я беру и смотрю какая ближайшая родительская точка есть задача мы ее еще не решали на деревья поиск наиболее близкого предка определение насколько родственные вершины но деревья сейчас у нас идут после грамм в частном случае там будут всякие тонкости но в данном конкретном случае понятное дело что мы берем повышающую точку где он смыкается обязательно сомкнет потому что это дерево сомкнет в крайнем случае в корне и обнаружив собственно цикл понятно когда происходит сжигание вершины которая уже горит причем не та из которой позвали для этого достаточно поддерживать из кого позвали чтобы ее отбросить и не считать за цикл ну потому что иначе мы можем с циклами не заниматься потому что не простой цикл это одно ребро пройдено два раза куда сюда а мы ищем простой цикл то есть в котором ребра не проходят со два раза простые циклы можно найти в какой-то ущеренном причем он находит циклы наименьшей длины понятно то есть понятно что тут можно построить какие-то циклы вот такие но в данном случае я нахожу цикл кратчайшего количества ребра вот такие циклы мы будем находить не минимальный уже можно всегда будет построить из по общей вершине а по общей вершине вершинам участвующим да можно поискать построить побольше давайте так я вот по поводу поиска циклов и вариантов поиска циклов и еще посмотрим сейчас не готов вам озвучивать разные реализация поехали по общей по общей во по общей из по общей по общей а в а и Итак, зажигаем. У нас граф сейчас, я предполагаю, в форме списков смежности, а сами списки смежности это слова и множество. Почему? Потому что это невзвешенный граф. Понятно? Слова и множество. Итак, есть вершина, от которой я столкнусь. И мне нужно каким-то образом сейчас поддерживать множество уже зажженных. Несмотря на то, что здесь рекурсии нет. Я буду передавать нам множество уже зажженных, чтобы обход в ширину можно было назвать несколько раз. Когда его можно назвать? Когда у нас... несколько компонентов. Кстати, я не сказал, обход в ширину для подсчета количества компонентов связности работает так же, как обход в глубину. Но понятное дело, что он зажжет всю компоненту связности. Для неориентированного. Для ориентированного, на самом деле, понимаем. Это будет множество. Кстати, я, по-моему, в тот раз написал вам лажу. лажу я вам написал, потому что я вам написал сюда равно пустое множество. Оказывается, я не собранил сразу. Я еще в том году узнал, что это лажа. Дело в том, что fire в данном случае будет как бы глобальным именем внутри функции, и set будет вычислено только однажды. То есть у меня это множество, оно каждый раз будет тем же самым. То есть оно будет расширяться, расширяться, расширяться. Поэтому правильный способ инициализировать какой-то из параметров изменяемым объектом, списком или множеством, выглядит следующим образом. Мы кладем туда дан. То есть если нам дали дан, то мы сделаем пустым этот set. и тогда я вот тут вот внутри говорю соответственно if not fire if fire is not если fire это not, то тогда fire равно пустому нот. Таким образом, у меня вот этот вот конструктор пустого множества будет вызываться каждый раз при запуске функции, и таким образом он будет нормально. То есть есть поправка маленькая вот эта вот техническая, связанная с особенностями бетона к прошлому занятию, когда входит в глубину. Понятно? Можете это от себя отмыть. Так, теперь, что я делаю? Ну, первое, я должен зажечь на стартовую вершину, добавив ее в множество уже зажжетных. Пайрон, эдода, стартовую вершину. Затем, я должен добавить ее в очередь. пью, в очередь пью. Я говорю, q.eppend Я договорился, что сейчас она не отступая очень. q.eppend А, стоп! Я q не создал, надо, чтобы она была списком, который содержит только одну вершину, пока она была пуста. Поэтому я просто создал прямо здесь q. q.eppend Так, q.eppend Может, там ку-то уже функции по параметрам передавать? Что? q.eppend У нас же тоже как глобальная вершина. Нет. Очередь для VFS не должна быть глобальной, она не должна передаваться. Это у нас множество вершин, которые горят в данный момент, которые должны зажигать своих соседей. Поэтому нет, я ее не могу сделать глобальной. Для каждого обхода VFS она будет заново. За новое зажигание. Отначально одна вершина, потом сюда будут добавляться другие id-ключатели. Итак, а дальше что я делаю? Пока у меня там есть хоть один элемент. Это можно писать не while len q больше нуля, а просто пока q. Пока очередь. А потому что список как раз был вложенным, с точки зрения логических, пока он пустой. Поэтому так можно писать. While q, то есть пока список не пустой. Что я делаю? Я добываю оттуда текущую вершину. Current равно q попросту. Понимая, что для списка это неэффективно для листа. И можно было бы использовать там двусвязный список, которые выложились в семестре, в конце. Можно записать. Можно использовать там какие-нибудь продвинутые структуры данных из библиотек питона для очереди. Ну давайте сейчас не выпетриваться. Вот тут поспустим. Дальше что? Я перебираю всех соседей и осуществляю зажигание. For neighbor in g от current. Что мы делаем? Если сосед еще не fired. Если он еще не уволен. Если он еще не горит. If neighbor not in fired. В данном случае это действие происходит очень быстро. Потому что fired множество. Операция не принадлежит. Но производится за от единицы коэффициентом. Так, что я говорю? Ну первое. Я этого neighbor должен добавить к зажженных. То есть я что говорю? Fired and neighbor. И второе. Я его добавляю в очередь горящих. То есть он не просто горел. А он еще и горит сейчас. То есть он должен будет зажечь своих соседей. То есть что? Я его добавляю в очередь. Конец. Куэффенд. 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 Нейбро. Куэффенд. Если я строю остобное дерево. То вот в этот вот момент. Я могу. тупо написать. Принт. Соответственно. Соответственно. Куэффенд. 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 Чтобы увидеть. Да? У вас в задачке в контесте. На лабораторной работе. Будет. Необходимо это. Остобное дерево. Правда я не помню. Может его сразу выводить. Но в какой форме. Я не помню. Поэтому там. Там да. От теста зависит. Поэтому вполне возможно. Что не списком ребер. А матрицей смежности. Или там. Вообще словарем. В смысле. Списками. Поэтому здесь. Вместо распечатки. Вам это дело. Нужно будет. Сохранять. В. Ребро. В новом графе. Который. Вы сюда. Передадите. И он просто будет у вас. Строиться. Прямо тут. На месте. Возвращаться. В качестве. Ретёрна. Ну. Как то будете. Делать. Самый простой случай. Распечатать. Это ребро. Причём. Оно направлено. Так. Что ещё. Подсчёт. Номера. Каким номером мы зажгли эту вершину. С каким чиселком. Опять же. Это делается в этот же момент. И мне для этого. Нужно иметь какую-то глобальную структуру. Ну. Типа. Словаря. Например. В котором. Будут храниться. Вот эти. Вот. Времена. Тайм. Давайте назовём. Тайм. Тайм. У меня. Тайм. Сейчас. Будет. Ну. Если я его добавляю сюда. Понятное дело. Что. Я не хочу портить сейчас заголовок. Чтоб это был чистый. Дэ. Бэфэ. Да. У меня есть как бы глобальный тайм. Который является словарём. С временами зажигания. Да. У меня. Время. Вот когда я сюда добавляю. Я сюда добавляю дополнительно. Ещё. Что. Тайм. Не совсем. Это у меня вне функции. Давайте прям здесь. Вот прям тут создаём. Причём. Что я создал. Я скажу. Для вершины. Старт. Момент времени ноль. Понятно? То есть. Очередь у меня обеспечивает последовательность правильного обхода. Множество обеспечивает отсутствие вторичных перезажиганий. Чтоб веков снова загорелся. Чтобы такого не возникало. То есть тогда обход будет длиться бесконечность. Всё сжигается. Всё горит. Горит. Снова горит. А вот эта штука обеспечивает просто хранение времён и их добывание. Что я буду говорить вот здесь. Поскольку для каждой вершины я буду зажигать её только один раз. Потому что иначе я уже не могу войти. Если она уже fire. Но я уже сюда не вкладываю. Что получается, что я могу time для этого neighbor посчитать из как раз time для current. то есть time время зажигания соседа neighbor равно время зажигания соседа для current time current плюс один Это нагрузочная функциональность. Сейчас циклами для обхода с шириной заниматься не буду. Но понятное дело, что вот здесь можно написать else, а там дальше начать вычислять общего соседа. или сохранять этот цикл короткий куда-то. Ясно? Итак. Ну что же. Мы с вами научились вычислять вот это кратчайшее расстояние для невзвешенного графа. Ну или кратчайшее время достижения. А что делать, если граф взвешенный? Алгоритм, который решает эту задачу, называется алгоритм dx. Виндерландского участва. Виндерландского участва. А можно rb. Значит, что в нем, по сути, происходит? Возьмем граф. Вы знаете, я хочу сейчас взять тот же граф. Давайте тот же граф возьмем, чтобы я не перерисовал. Я немножко удаляю. Нет, я боюсь, что... Давайте лучше новую. Лучше новую, а то удалять много. В таком случае. У каждого ребра есть расстояние, длина этого ребра. Ну, некий вес. Ну, давайте напишем какие-нибудь веса. 3, 2, 1, 7, 2, 5, 2, 1, 2, 6, 2, 1, 1, 2, 10, 1. Ну, и сюда какой-нибудь еще 3, 2, 2, 1. Ну, и сюда еще какой-нибудь, например, вот сюда 10, сюда 1. Какую-нибудь вершину выберем в качестве стартовой и поставим следующую задачу. Найти кратчайшие, найти длины кратчайших путей из исходной вершины, ну, или из одной вершины. Эдгар Дейкстра создал этот алгоритм для разводки печатных плат, чтобы рассчитывать и уменьшать расстояние, соответственно, между элементами, чтобы оптимальную раскладку. Итак, какой способ предлагается? Расстояние до этой вершины равно нулю. До всех остальных его будем считать изначально равным бесконечности. Плюс бесконечности. То есть, я не знаю, какое оно, поэтому буду считать, что оно у меня бесконечно велико. А до этой вершины расстояние 0. А дальше действие будем делать следующее. Нам это будет, как людям, делать сейчас очень легко. Смотрим на все вершины, абсолютно все. Включая те, в которых плюс бесконечности. И находим вершину с минимальным расстоянием до нее. Что я дальше делаю? Я беру и осуществляю релаксацию. То есть, для вот этих вершин, у которых сейчас стоит плюс бесконечности, расстояние до них, я беру и осуществляю релаксацию. То есть, я сокращаю расстояние до них от исходной вершины, включив в рассмотрение ребра, исходящие из вот этой вершины. Таким образом, у меня получается сюда 0 плюс 3, это меньше, чем бесконечность. Поэтому я говорю, что я, ну я так себе отмечу, что я вот тут осуществил релаксацию, да? И обновил время, кратчайшее расстояние, да, длину кратчайшего пути в эту точку. Понятно, да? Дальше, я для следующей вершины беру и осуществляю релаксацию успешную, потому что 0 плюс 2 меньше, чем плюс бесконечность. Значит, сюда у меня расстояние кратчайшее 2. Сюда релаксация пошла. Она успешная. 0 плюс 5 меньше, чем плюс бесконечность. 5. 0 плюс 2, это 2. Отлично. Теперь, обратите внимание, что у меня нет ребер с отрицательным весом. Это требование мандаритма. Отрицательный знак. Да? Нет ребер с отрицательным весом. Это очень важно для этого алгоритма. Потому что иначе может возникнуть сложность. Вот именно в этот момент. Произношу в чем теперь, если нет ребер с отрицательным весом, то это значит, что в ту вершину, до которой расстояние от исходной было минимальным, сейчас это собственно исходная вершина. До нее кратчайшее расстояние найдено уже окончательно. На самом деле до этих вершин сейчас после релаксации тоже уже найдено. Но для нее уже, для них еще не совсем окончательно сейчас, но для этой вершины уже невозможно методом релаксации из какой-то другой вершины при ращении в расстояние невозможно уменьшить итогов. Потому что она была наименькой. Понятно? Расстояние до нее было наименькой. Поэтому я ее, что? Торжественно сжигаю. Короче говоря, я говорю все. Как в обходе в ширину. Она как бы юст. До свидания. Понятно? Без пути. Она исключается из рассмотрения. В нее релаксации больше происходить не будут совсем. Ну или они всегда будут неуспешными. Среди оставшихся вершин, в которые большинство расстояния, пока что еще плюс бесконечность, я нахожу вершину опять же с наименьшим, с наименьшим, ну вот это и вот это, любую из них. Например, вот это. И пытаюсь от нее найти методом вот этой релаксации соседей. Пытаюсь найти кратчайшее расстояние и обновить их. Плюс бесконечность здесь еще. Вот эта вершина обновляется. Что у нас? В эту сторону. 2 плюс 1 это 3. Это меньше, чем плюс бесконечность. Плюс 7 это 9. Что? Меньше, чем плюс бесконечность. Да? Ну, даже если я не буду проверять, что эта вершина юст, то 2 плюс 2 это 4. Оно больше, чем 0. Поэтому здесь релаксация неуспешная. Ну, естественно, я буду перед этим проверять. Не использована ли уже эта, не сгоревшая ли эта вершина. Понятно? Дальше. Среди всех имеющихся сейчас вершин, да, и эта вершина, прошу прощения, забыл сказать, поскольку релаксации осуществлены, да, то эта вершина у нас сгорела. Все, она, до нее кратчайшее расстояние уже окончательно. Опять, я беру все вершины, абсолютно все, до которых расстояние пока что до многих плюс бесконечность, и еще наименьшее среди них число. Значит, еще раз, это, давайте я их вот так буду зажигать, то есть в кружок брать, чтобы на числа не смотреть. На эти не обращаем внимания, смотрим на синенькие, не обведенные в кружок. 2 меньше, чем 3, поэтому эта вершина будет первой обрабатываться. Обрабатываем ее, а именно осуществляем релаксацию в единственную вершину, до которой с нее можно дойти, получается, что вот сюда расстояние 2 плюс 1 равно 3. и сменила плюс бесконечность. Среди всех вершин, которые сейчас еще не имеют окончательного состояния, у меня какие? 3, 3, 3, да? Любую из них выбираю. Неважно как. Допустим, вот эта. Она просто отметилась, что она сгорела, и все. Эта просто отметила, что сгорела, и все. Дальше. Вот эта вершина пытается срелаксировать все остальные, да? Здесь у нас релаксация неуспешная, потому что 3 плюс 2 равно 5. Оно не меньше 5. Поэтому смысла вот в этой релаксации нет, она не осуществляется. 3 плюс 6 меньше, чем плюс бесконечность, у нас сюда 9, пока что кратчайшее расстояние. Сюда 3 плюс 1, 4, значит сюда 4. 3 плюс 10, это у нас 13, да? И на этом вот эта вершина осуществила все, что могла. Она сгорела. То есть для нее кратчайшее расстояние окончательное. 3. Среди оставшихся тройки все ушли. Есть 4, есть 5. Естественно, 4 меньше, чем 5. Вот эта вершина сейчас должна зажигать. Видите, да? Здесь принцип, какая вершина будет зажигать, в том, чтобы была вершина с наименьшим, вот этим вот, это как бы не вес получается, а с наименьшей длиной кратчайшего пути из исходности. Значит, из вот этой вершины 4 я проверяю все вершины, которые еще не сгорели окончательно. Проверяю до них, происходит дилаксация или нет. 4 плюс 1, это 5. 5 меньше, чем 13. Поэтому мы обновляем кратчайшее расстояние сюда, и оно равно 5. 4 плюс 2 равно 6. Поэтому осуществляется сюда повторная дилаксация, да? У нас здесь получается 6. На этом вот эта вершина сгорела. Теперь беру любую вершину, до которой расстояние 5 нахожу. Любую из них, неважно какую, допустим, вот эту. От нее, в несгоревшие, смотрю, что у меня сюда. 5 плюс 2, это 7. Значит, я меняю девятку на семерку. Поскольку семерка меньше, чем девятка, да? Сюда 5 плюс 1, это 6. Заменяю плюс бесконечность на 6. И на этом пятерка отработала сгорел. Давайте смешим количеством слов и быстрее. Беру вершину с наименьшим расстоянием. Вот эта пятерка. Ей зажигать уже особо некого. Все округи горевшие, поэтому она тут сгорела. Шестерка. Зажигать нет. А, прошу прощения. 6 плюс 2, 8. Неуспешная релаксация. После этого сгорела. Вот шестерка следующая. От нее 6 плюс 1, 7. Заменяю. 7 пишем. Да? Дальше что? И она сгорела. 7, 7. Давайте с вот этой семерки. 7 плюс 10 неуспешно. А эти уже сгоревшие, поэтому она просто сгорела. И все. Эта семерка обновляет сюда и сюда. 10, 9, 11, 10. На этом она сгорела. Потом эта девятка отрабатывает. Она сгорела. Десятка, десятка. Все вершины в итоге у меня отправляются в юст. Ни одной вершины, которая еще не сгоревшая, нету. При этом до каждой вершины у меня кратчайшее расстояние. Логика вся понятна. Угу. Чем-то напоминает обход в ширину, правда? Только есть перезажигание. То есть у меня иногда вдруг, значит, вот нашли вот здесь вот, а потом вдруг оказывается, что вот так быстрее, да? То есть иногда бывает, что большим количеством ребер мы можем добраться быстрее. Видите? То есть алгоритм Дейкстер в каком-то смысле можно назвать обходом графа в ширину с перезажиганием. Ну, правда, поскольку я все равно ввел расстояние Д до каждой вершины, писав туда плюс бесконечность, ну или условно плюс бесконечность. То есть число, которое больше длины самого возможного длинного пути в этом графе простого. Да? Ну, такую величину можно получить, тупо просуммировав все длины ребер. Не отрицать. Да? Просуммировали, вот я получил эту условную бесконечность. Плюс один. Вот она у меня будет выставлена в качестве начального значения для расстояния до каждой вершины. Вот. Я ведь могу на самом деле просто брать и искать минимум в массиве Д расстояний до каждой вершины. Кратчайших текущих. Нахожу минимум, нахожу его местоположение. И от этой вершины релаксирую. Понятно? Дальше, среди всех оставшихся вершин, которые не юст, которые еще не использованы, я что? Тоже нахожу минимальную и... Понятно? Так, давайте время посмотрим. Сейчас у нас по ощущению должен быть перерыв. 13. Он был или нет? Уже отзвенение. Ну звонка не было просто. А, звонка не было. Ну тогда будем делать перерыв. А? Может просто пораньше закончим? Пораньше закончим? Пораньше закончим. Давайте чуть-чуть вам перерыв. Пораньше мы вряд ли закончим. И просто я хочу сделать перерыв, потому что мне... Чтобы я быстрее написал правильный код, мне нужно на него взглянуть. Хорошо. Давайте сделаем буквально и три. Да, сейчас. Так, кроме корня. Для всех остальных ровно по одному родителю. Поэтому, по сути, это дерево обхода может быть... То есть в данном случае нечто напоминающее дерево обхода в ширину. Понятно? Оно даст нам возможность, собственно, найти траектору. Вариант номер два. Не сохраняли мы этот грамм переходов. В этом случае что? Мы можем среди всех соседних поискать ту расстояние, до которой ровно на ребро меньше, чем до текущей. Допустим, еще вот кратчайший путь вот сюда. Я смотрю. 6 минус 2 равно 6? Нет. 6 минус 6 равно 3? Нет. 6 минус 2 равно 4? Да. Значит, отсюда. Понятно? Я кое-что еще вам... Если уж говорить о контесте, там обход в ширину есть в одной нестандартной форме на прямоугольном лабиринте. Обход в ширину используется для искусственного интеллекта всяких чудиков в игрушках этих линий. Ну, это не алгоритм муд экстра, но я хочу сейчас там оставить. Мало ли мне сейчас обидос не поработать. Обход в ширину работает для путешествия по лабиринтам. Называется он в этом случае волновой алгоритм. У меня есть какие-то стены. Я сейчас их не так, как в контесте нарисую. Я сейчас стены вот так вот нарисую. У меня есть какие-то вот такие вот стены. Вот такие стены у меня есть. И я хочу найти расстояние до какого-нибудь чудика. Даже не просто расстояние, а путь от героя до чудика. Вот у меня, например, герой. Вот у меня герой, а вот у меня чудик. И чудик хочет найти траекторию, по которой надо бежать к герою, если предполагать, что герой стоит. Что я запускаю? Я запускаю охот. Сейчас посмотрю, нет ли у меня. Вот я вот так вот делаю. Ну и давайте я вот тут сделаю вот так вот, чтобы охот был покороче, чтобы было не само как раз не тривиально. Я что начинаю делать? Я начинаю метод заливки, да, или волны. Я говорю, до этой клеточки 0, до этой клеточки 1, до этой клеточки 1. Затем единички. Эта клетка сгорела, выпала. Дальше от единички. Теперь 2, 2, 2. Распространяю эту двойку заливочкой, да, на соседние клетки. Дальше 3, здесь за границей лабиринта. Существует вариант, когда я делаю здесь варьерные точки, которые, ну, как сказать, вот сюда может тройку и накид, что сложное, но обсчитывать мы их не будем. То есть я, самый тупой вариант, я просматриваю весь лабиринт, смотрю, где написано 2, и соседям обновляю, кому надо, обновляю на 3, да. 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, здесь 7. Ну и, собственно, всё, герой найден. Кстати, алгоритм может сработать быстрее, если я, вот представьте, вот два героя, два героя, герои чудик, да, я ищу между ними кратчайший путь. Если у меня граф невзвешенный, а это невзвешенный граф, здесь все ребра имеет расстояние 1. То есть, как бы, нечто наподобие физической природы, я бы сказал вокруг, да, то я могу запустить волну отсюда и волну отсюда. То есть два одновременных обхода в ширину, такие, которые постепенно расширяются оттуда. В какой-то момент у меня фронт волны этой, фронт волны этой перекрываются, то есть находится какая-то точка, кратчайшее расстояние до которой у героя и у чудика одинаковы, да, ну или там на единичку отличает, но, в общем, она на каком-то из вот этих обходов последовательных, она найдена. И дальше я говорю, значит, я ищу кратчайшее расстояние до этой точки и кратчайшее расстояние до этой точки. Ясно? Угу. 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 Ну, смысл в том, что площадь вот этих двух кругов, она пропорциональна, конечно, r-квадрату, но она меньше, чем площадь одного большого круга вот такого. В два раза. Понятно? Понятно? Ну, так, в принципе, этот коэффициент при асимптотике, он не так существенен, но можно делать так. при желании. Вот. Это так. Замечательно. Затачка в таком. Теперь реализация алгоизма dx. Итак. Пишется dx. град. Понравится. Значит, мне требуется граф, стартовая вершина, а в качестве возвращаемого значения я буду возвращать массив. Массив. Поскольку я предполагаю, что у меня сейчас граф содержит название, возможно, возможно, не индекс, а возможно название. Вот. У меня же словарь множеств. Прошу прощения, словарь словарей сейчас, да? g сейчас у меня. g сейчас у меня. Это у меня словарь словарей, потому что взвешенный грамм. с весами. АВ. Понятно? То есть g АВ это у меня вес ребра АВ. Итак. Я вначале задаю карту кратчайших расстояний с минус бесконечно. А я ее буковкой D обозначу. Буковкой D. Я использую здесь генератор словаря, в котором для каждой вершины я укажу минус, ой, че минус бесконечно. Плюс бесконечно. Как мне плюс бесконечно задать? Я сейчас float от них инфляцию for v и g. Для каждой вершины из графа. Дальше. я делаю поправку D для вершины стартовой, от которой я ищу расстояние ажуны. Теперь мне требуется создать множество тех, которые уже отработаны. отработаны. Used. Ну, fired я его назвал при обходе шеридователя. И здесь я его называю used. Итак. Это пустое множество. Дальше. Мне требуется перебирать вершину с минимальным весом среди тех, которые есть в D. Я для каждой вершины из D, которая неиспользованная, ищу минимум и нахожу эту вершину. Первая, которая мне попадется, она мне с минимальным весом. То есть у меня, по сути, здесь будет сейчас поиск минимума по вот этому вот словарю D, по всем вершинам из него. Понятно? Дальше. Что я делаю? Я задам минимум, да, M, ну или мин где я назову? Мин подчеркивание D. И сейчас я туда заложу кого-то плюс бесконечность. Вот. Вот. Плюс M. Ищем вершину с минимальным этим расстоянием. Что я делаю? For V in G. For V in D. For V in D. И число сподавилось. Что я делаю? Я говорю, если у меня D под V меньше, чем мин D, я затупил. Это дело надо уже делать в цикле. Вот этот вот поиск минимального G надо делать в цикле, со сдвигом. Поэтому мне придет сейчас это дело аккуратно переписать. Можете быстрее кого-то. Глазами сфотографировать, а я это люблю. Цикл. Можете быстрее. Пока лен от юст у меня не равно лен от G. Ну я сейчас вот так определяю. Юст у меня будет нарастать. В. А здесь еще раз. Мин D. В. В. Дальше. Для каждой вершины for V in D. Если у меня D от V меньше, чем мин D, в этом случае я обновляю мин D. И самое главное, нахожу вершину, которая будет current в текущей, с которой я сейчас буду осуществлять зажигание, точнее релаксацию по расстоянию соседей. Current равно V, а мин D обновляем. мин D равно D от V. Итак, как только я нашел эту вершину, а я ее нашел вот к этому моменту. Карл, эта вершина с наименьшим расстоянием от исходной. А, прошу прощения, здесь очень важный момент. Я сейчас всегда буду находить исходную вершину. Потому что я не проверял, что она not used. Да? Что у меня первое. For V in D. При этом, if V меньше, чем мин D. And V not in used. То есть она еще не сгоревшая окончательно. В качестве альтернативы, чтобы не писать сложные условия, можно было осуществить операцию между множествами. этим used и D, как он называется, D, индексы, по-моему. Из словаря можно добывать множество его ключей. А, из, прошу прощения. И между ними можно было сделать, соответственно, множественное вычитание. Знак минус. Вычесть из всех множества вершин, которые тут, это лишнее. Сейчас не будет. Давайте оставим. Понятно. Не сгоревшая вершина. Ищем среди них минимальную. Нашли эту карту. Теперь от этого карта делаем релаксацию, попытку релаксации во все ее соседние вершины. For neighbor. Да? Это операция по B и D, да? Да. Сколько она требует? В общем, асимптотика какая-то. Асимптотика, перебора ключей словаря? Да, словаря непорядка. Пропорционально количеству ключей. Быстро. Ключи в словаре перебираются быстро. Это стультура данных, итерируемая за линейное время, за количество элементов в ней. Но по списку. Ну, как по списку почти. У словаря коэффициенты высокие. То есть оно пропорционально количеству хранимых элементов с некоторым увеличивающим коэффициентом. Больше, чем у списка, но не квадратично, а линейно. О от R. То есть в данном случае пропорционально количеству, в принципе, вершин в графике. То есть это O от R. Вот это вот действие. Поиск минимума за O от количества вершин в графике. Дальше что я делаю? Я для каждого соседа for neighbor in G от V, о, прошу прощения, G от G. Для текущей вершины что я говорю? Если у меня расстояние потенциальное новое, давайте вычислить, что оно в два раза будет у меня участка, я его выпишу. L равно у меня чему? А G А, прошу прощения, расстояние к текущей является минимальным, да? D от current плюс ребром. Длина ребра G от AB. В данном случае G от current neighbor. вот это L это то расстояние, которым мы потенциально будем сейчас осуществлять релаксацию, если она удачна. Понятно? Расстояние к текущей, которая точно кратчайшая, потому что она минимальная, плюс вот это вот ребро. Поехали. Теперь сравниваем. Если это L оказалось меньше, чем что D от соседа, который у него сейчас есть, то релаксация считается успешной. Да, еще я забыл одну вещь сделать. Как только я нашел current, мне надо было его добавить к used, чтобы исключить из вторичных проходов. Вот этот момент вот здесь вот. Вот здесь вот. used.add.current. То есть тот, кто оказался минимальным, и с кем я сейчас буду делать этот вход, ему мы говорим, все, тебя исключаем. из последующего поиска минимальных. Понятно? Это вписывается после поиска минимума и до перебора его соседей, до релаксации. Внутри. А? Внутри. В каком? Внутри. Внутри. Вот его мы считаем текущим, от которого будет крестная релаксация, его добавляем к used. В принципе, я сейчас думаю, наверное, можно было это сделать после циклахоза. Давайте я сделаю после, чтобы не загрязнять. Вот сюда. Внутри. Значит, сейчас закончу тогда вот это место. Если я собираюсь хранить, восстанавливать кратчайшие пути. В одной задачке вам не требуется, а во второй это требуется. То есть, это усложнение будет. в первую задачку. Понятно? Там, где дэкстрем два, да? С восстановлением пути. Поэтому вот здесь придется записывать переписку с запоминанием той вершины, которая является предыдущей, если релаксация успеха. А вот после этого я соседа не добавляю, потому что для него еще может обновиться кратчайшее расстояние. А вот сюда я добавлю used. в конце, когда я закончил вот эти все обходы, все вершины находятся в used, то я возвращаю return, собственно, d. Достижением алгоритма d-extra является карта кратчайших расстояний вот исходной вершины. Понятно? Этот алгоритм сейчас крайне неэффективен. С чем это связано? Где мы тормозим? Мы тормозим на поиске самой ближайшей, самой вершины, до которой дэк минимальный. А вот есть ли у кого-то из вас предположение, как это дело можно ускорить? Все, пора вас отпускать уже через минуту. Как это ускорить? Мне хочется такую структуру данных, такую структуру данных, которая, ну, рядом тут ее положить. У меня d будет по-прежнему там массивом, если у меня там числа, индексы, да? Или словарем, если у меня там название вершин являются индексами вершин. Ну, не важно. Ну, рядышком можно положить какую-то структуру данных, которая мне позволит очень быстро доставать оттуда вершину, до которой текущее расстояние минимальное. Абсолютно верно. Вот здесь, здесь можно осуществить оптимизацию вот этого вот поиска минимального, да? Вот этого. Можно оптимизировать при помощи кучи. Правда, есть такая тонкость. А когда у меня вдруг для какой-то добавлять в кучу легко, удалять из кучи минимальный, куча бывает какая? По максимальному, в царе говорит, да? Минимальный. Причем у нас куча есть вообще стандартная. Хипку. Понимаете? Я попробую успеть написать за эту минуту. Значит, смотрите. Импорт. From. Хипку. Импорт. Звездочка. Хипку. Импорт. Звездочка. Я осуществляю вот здесь до того, как я начинаю. Я осуществляю сюда закладку в этой куче всех вершин со значениями минус-бесконечность. В принципе, это не обязательно. Можно, наоборот, добавлять, когда у нас появилось новое значение. Потому что минус-бесконечность, в принципе, не обязан участвовать. Понятно? Значит, создается. Куча делается на обычном массиве. Главное использовать хип-пуш и хип-поп. Хип-пуш – добавление элемента, хип-поп – удаление. Вот я сюда пишу дополнительно кучередь куб. Потому что куча, по сути, является приоритизированной кучередью. Вспоминаем, что только что тут ютуб была, да? Так вот, я делаю куб, которая у меня будет сейчас содержать одну кучу. Хип-пу импорт-звездочка. А, да, прошу прощения. Я ж не по индексам должен кучу делать, да? А по D. По расстоянию D. Значит, я туда закладываю кого? 0,100 – кортеж. А кортежи являются сравнимыми в питоне. И сравниваются они в лексикографическом порядке. То есть, вначале будет сравниваться нулевой элемент кортежей. То есть, D-шки будут сравниваться. А уже потом индекс совершить. То есть, наша очередь приоритизированная будет добывать оттуда величину с кратчайшим, вершину с кратчайшим расстоянием, а при одинаковом расстоянии с наименьшим индексом. Мне не важно. Вначале я ее кладу вот так. Дальше действия с ней будут при помощи хип-пуш-хип-поп. Добываем ее. Удаляем вот этот алгоритм поиска минимума. Добываем. Каким образом? Я беру и говорю current... А, прошу прощения. Первым идет расстояние до текущей. D запятая current... Ой, прошу прощения. Dc, давайте назовем его. D подчеркивание C запятая current. Потому что оттуда будет выползать кортеж. Равно хип-поп. Вот q. Поп. Я добыл оттуда минимальный элемент. Да? Да? Добыл оттуда элемент минимальный по D. Да? Теперь вот что надо проверить. А вдруг этот элемент уже был. Иначе у меня асимптотика не улучшится. Поэтому я должен проверить вот это Dc. И если оно у меня уже не равно текущему, которое имеется для данной вершины, то до свидания. Значит, эта вершина была добавлена туда слишком давно. В нее уже срелаксировали. Для нее уже обновили расстояние. Значит, сейчас не ее время. Не ей сейчас надо уменьшать свое расстояние. Понятно? В общем, поскольку время наше заканчивается, мне всех вас надо отпускать. Вот. Здесь еще раз. В общем, сюда мы говорим, если у меня Dc не равно D от car, то, собственно, continue, пропускает эту вершину. Тупо continue. А в момент, когда я осуществляю релаксацию, я говорю, значит, эта вершина добавляется в очередь с расстоянием L. Да? То есть вот сюда вот я дописываю. Вот в это место. На вот это уровень я дописываю Q. А, прошу прощения. KeepPush KeepPush В очередь Q Значение кортежа A, Neighbor. О, у. Кортеж закрыли, скобку закрыли. Понятно? В общем, если даже сейчас вот я что-то не дописал. Ничего страшного. Вы разобраться уже сможете. Простейший алгоритм Dx имеет очень высокую симфотику. O от M умножить на N. Она не очень хорошая. Она сокращается до O умножить на M умножить на логарифт в основании 2. При помощи организации. Ну, на этом все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ